Самые важные и острые вопросы, с которыми сталкиваются родители детей особой заботы, задают напрямую губернатору. Дмитрий Артюхов встретился с ними в рамках года детства на Ямале. К встрече в Салехарде присоединились и другие муниципалитеты. Всего 26 семей. Обсуждали нехватку узких специалистов реабилитацию и сертификаты. Некоторые вопросы решались прямо на месте. Причем активное участие в беседе принимали не только мамочки. Для того, чтобы оставить ребенка в садик, ты не можешь даже поставить где-то машину. Дворы не чищены. И тут же решается этот вопрос. На встрече глава Салехарде и представители других ведомств. Как раз для того, чтобы не ждать долго ответа. В городе одна группа только для детей с особенностями аутистической наклонности. И то, что особо нет возможности лечить зубы детям на севере. Так как анестезия это все в городе у нас в Салехарде особо не развита. Такие встречи регулярны и каждая из них заканчивается конкретными решениями. Например, сейчас губернатор рассказал, что к 2025 году инклюзивные классы появятся во всех муниципалитетах. Центров патологии речи тоже станет больше. Они заработают в Муравленко, Губкинском, Таркасале, Надыме и Салехарде. По маленьким деткам планируем бесплатный витамин D. Очень известная история про крайний север, что у нас дефицит у многих. Поэтому такая мера в год детства появится у нас. Некоторые часто испытывают родители сложности с уколом, с попаданием в вену маленького ребенка. Вот такие специальные аппараты. Кажется, специфическая какая-то история, но она на самом деле носит массовый характер. Хотим представить вам наш проект ЯМАСК. Ямальский маркетплейс социального капитала. О том, что еще должно появиться в регионе в год детства, спросил губернатор у самих детей. Школьные активисты предложили главе региона разные идеи. Часть из них Дмитрий Артюхов взял, что называется, на карандаш. Как, например, создание международного туристического центра на Ямале. Сама яблочка. Я уже знаю. Международный обмен учениками, билингвальные классы китайского языка и школьники – переводчики для туристов. Идеи продуманы до мелочи, и каждая была замечена. Вот так договорились о реализации еще одной идеи. В Салихарде появятся автобусы движения первых. Как по мне, это очень классно, потому что такие автобусы будут ходить. Это будет показывать то, что дети все-таки имеют какое-то значение в стране, и они могут поменять, что хотят. Так начинается год детства на Ямале. Уже скоро первые из решений, принятые губернатором, начнут реализовывать. Мария Савельева, Владимир Зелинский, программа «Время» Ямала Салихард.